То есть в США происходит деконструкция традиционного американского общества. А США длительное время, десятилетиями занимались тем, что деконструировали, разрушали, грубо говоря, традиционные, мусульманские, христианские, постсоветские, любые другие консервативные, религиозные, политические структуры. Они, особенно это было, конечно, при демократах, они разрушали эти традиционные структуры, которые мешали процессу либеральной глобализации. Были барьером. И в какой-то момент, для разрушения этих структур им необходимо было подавать пример. И этот пример часто формировался или проистекал из американской внутренней политики, но городской политики. Американская провинция жила по старым правилам. В американской провинции до сих пор живут достаточно консервативные люди. А в некоторых местах, в некоторых регионах ультраконсервативные. То же самое, например, религиозное меньшинство амишей в США, вы посмотрите, или других меньшинств. Они живут по ультраконсервативным правилам. То есть был город, который давал пример мировой деконструкции консервативных форм социального уклада. А американская провинция жила по этим формам, по этим правилам. И в какой-то ситуации кризиса, мне кажется, случился конфликт между двумя этими группами, двумя этими целями. Одна группа элит, одна часть общества обладает огромной энергией, медиавлиянием, она ультрасовременна, она аккумулировала огромный финансовый капитал. Другая часть общества владеет огромным реальным ресурсом. Она численно больше, банально численно больше. Она крепче стоит на земле. И вот мне кажется, что США в какой-то мере стали жертвой своего уже проекта глобализации. Но глобализацию остановить невозможно. Либеральная глобализация. Глобализацию остановить невозможно в нашем мире уже. Вы абсолютно правы. Особенно после того, как глобализация свершилась в плане информационном, социальные сети завершили глобализацию, в том числе мира, информационную. Дальше уже вопрос форм, методов и направлений этой глобализации. Будет ли это глобализация политическая или она будет сугубо экономической? То есть эта глобализация. Приведет ли это глобализация к формированию мегагосударства? Или нескольких мегагосударств? Или она пройдет просто к формированию нескольких экономических блоков, замкнутых моделей производства и циркулирования капитала, или полузамкнутых моделей производства или циркулирования капитала в этой части. Приведет ли это глобализация к обмену капиталами, или эта глобализация приведет к размыванию культур? Много еще вопросов этих можно ставить, у меня нет на них пока что ответа. Но глобализация продолжается, политическая часть, глобализация либерально-политическая, она подорвана и остановлена, глобализация экономическая или глобализация информационная продолжается. Дело в том, что, и тут не существует риск большой для США, и чего боятся демократы, что эта либеральная политическая глобализация может заменена быть на консервативно-коммунистическую глобализацию. Ну вот, например, как Китай установил свободный рынок. Да, вот буквально свежие подписания соглашений, новые внутри ОСЕАН, о зоне свободной торговли, которая, ну там, по разным оценкам может касаться до 40% мирового ОВП, участия этих стран. 2,2 миллиарда человек просто в этой зоне оказались. Да, и понимаете, фактически США и американские элиты, они создали рельсы, но по ним может поехать другой поезд, под другими знаменами. В результате ковида, который продемонстрировал часто неэффективность многих западных моделей, не только медицины, а просто обеспечения жизнедеятельности, безопасности человека в обществе. Подорвал доверие к этим моделям, либеральным моделям социального управления. И поэтому по этим рельсам может поехать другой поезд, и под красными знаменами, или под другими знаменами сегодня. Этого боятся в США, и это один из элементов нынешнего кризиса. Конечно, торговля сегодня, экономика будет искать другие пути налаживания диалога, коммуникации, потому что мы понимаем, что большая торговля, большая мировая экономика, она требует обмена товарами, услугами и ресурсами между многими субъектами, между многими странами или блоками стран. И торговля, как всегда это было в человеческой истории, будет продавливать политические барьеры, культурные барьеры и другие, которые будут пытаться выстраивать те или иные государства. Это, в конечной мере, неизбежно. Но что будет идти еще с торговлей? Какой будет месседж, посыл будет зашит в эту торговлю, социальный и политический? Пока что это открытый вопрос, и за наполнение этой торговли своими смыслами сейчас как раз и борются глобальные игроки. Продолжение следует...